Санитарная обработка С разных уголков нашего края Но прежде чем оно превратится во вкуснейший сыр и масло Его исследуют лаборанты У них специальное задание Убедиться, что в молоке нет антибиотика И продукция полностью безопасна для потребителя Весной и зимой молока мало Весной начинает прибывать И летом его очень много Но летом продажи становятся хуже, чем зимой И приходится как-то маневрировать Мы взяли анализ Если антибиотик тест положительный Составляется акт И молоко возвращается обратно поставщику А если отрицательный Дальше мы начинаем делать анализы Кислотность, загрязнение молока Температуру проверяем жир и белок На следующем этапе молоко ждет Длительная очистка от вредных бактерий И только потом по трубам оно попадает в сыроизготовитель К слову, технологию производства Переняли у испанцев Так при длительном нагревании молоко около 4 часов Превращается в сырное зерно Сыр сохранил форму и обрел вкус Его сначала поместят в бассейн посолки, затем в вакуум и отправят в камеру для созревания В среднем сыр зреет около 21 дня при температуре в 9-11 градусов Кстати, продукт получается разного цвета и вкуса Здесь на полках 13 видов авторских сыров премиум класса Мы специализируемся не на биржевых сырах, а на ассортиментных Для того, мы выбрали эту нишу специально Так как производство наше ограничено И в нашем рынке с нашими запросами по качеству входного сырья По использованию заквасок Мы используем голландские закваски И в том числе и упаковка, этикетка Все для нас очень важно Это вот как раз аджарио, это полутвердый сыр с абхазской аджикой А также у нас есть сыр с добавлением васаби Это японская горчица Наша изюминка это сыр косео с карамельным ароматом То есть карамельный аромат, он достигается путем смешения заквасок То есть это колдовство наших сыроват Как раз в этом году мы выпустили сыр ралок с овечьим молоком Который сразу завоевал на выставке золотую медаль Ну и также на дегустации То есть никого не оставило равнодушия Мы сварили первую промышленную варку Вместе с испанцами То есть вот понимаете, да, первые бульдозеры зашли Это 3 мая А вот 27 апреля будущего, следующего года Да, уже стояло все оборудование Было сделано все Мы просто ждали испанцев, когда они отладят свое оборудование И мы пропустим, начиная от молоковоза и до получения головки сыра Который уже можем посолить соответствующим образом И начать созревание и так далее То есть полностью все готово было вот за 51 неделю Мы изначально создавали натуральный вкусный сыр А у нас получилось А это уже готовый сыр Перед вами последний этап упаковка продукции Уже в таком виде можно увидеть сыр На прилавках известных сетевиков В разных городах нашей страны Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова